Всем привет! С вами Артём и мы продолжаем проходить Ходячих Мертвецов первый сезон. И сейчас мы приступаем к прохождению последнего эпизода. Пятый эпизод, время на исходе. Это будет уже полностью завершение всей истории. Есть ещё вот, правда, дополнение... А, не 200 дней, 400 дней! Чё это я? Это я всю игру говорил, 200 дней, 200 дней, 400 дней на самом деле. Но мы до него ещё добраться должны. Короче, мы приступаем к эпизоду пятому. Он будет самым коротким из всей игры. Скорее всего, у нас прохождение этого эпизода займёт только три серии. Ну попробуем. Поехали. В прошлом эпизоде всё вообще закончилось весьма плачевно тем, что Ли был у Кушина, а Клементину похитили. Теперь нам надо её искать. Ранее в Ходячих Мертвецах. Что, если мои родители придут домой, а меня там нет? На этот случай у меня рация. Эй, в той коробке есть батарейки. Вот, ты тоже можешь взять несколько. Мы будем в Саванне, а мои родители были там же. Они всегда заезжали в одно и то же место, когда приезжали в город. Это оно, Маршалла? Да, оно самое. Вы ведь приехали в город не по железной дороге. Там нужно уходить. Паня, я что? Клементина? Клементина! Вообще-то я не отодвигал эту штуку. Нет, нет. Клементина пропала. Где бы она ни была, я должен её найти. Хотя, нет, отодвигал. У нас больше шансов найти её, если мы пойдём все вместе. Кто со мной? Мы будем искать Клементину вместе. А то. Она теперь моя семья, она всё, что у меня есть. Чёрт. В конце концов, семья – это всё, что имеет значение? Ты прав, я обязан ей. Каким-то образом я должен всё исправить. Ли? Клементина? Привет, Ли. Ну, погнали. Это я уже знаю, что всё будет адаптироваться. Так, ну что, поехали. Вернон, выходи! Я не хочу проблем, мне нужна только девочка. Верни её, и никто не пострадает. Тилтейл Геймс представляет. Ли? Клементина? Ты в порядке? Где ты? Вернон, сукин ты сын! Привет, Ли. Кто это? В сотрудничестве со Skybound Entertainment. Это не Вернон, если ты об этом, так что следи за своей речью. Клементина в порядке, но на твоём месте... Я бы подбирал слова очень тщательно. Ты покойник! Я не знаю, кто ты, но я убью тебя, ты понял? Я знаю. И она тоже. Попрощайся. Пока. Мда... Мда... Закручено всё... Просто держись, Клементина, я иду за тобой. Не волнуйся, друг. Мы вернём её. Ну чё, народ, думаете, что скажете? Как себя чувствуешь? Нормально. Не беспокойтесь об этом. Но её же не всю искусали. Да, не всю. У нас мало времени. Ты болен. И скоро у нас станет его ещё меньше. Мы должны убедиться, что никто не попадёт внутрь. Ты всё ещё самый умный засранец среди нас. Попробуй найти другой выход. Попробуем выйти здесь. Я не смогу протеснуть руки между дверями. Там вроде хирургические инструменты были. Может, их возьмём? Хирургические инструменты. Лишь бы хоть чего-нибудь найти. Во! Отличная хреновина. Похоже на автомобильный домкрат. Не хочу представлять, как его применяют на теле. Давайте открывать. Фиг ли ещё делать. Я сейчас открою эти двери. Я думал, мне на буковку А надо будет нажимать. Жаль. Слишком много кат-сцен становится. Тихо, тихо, тихо. Ты давай, приходи в себя, чувак. Приходи в себя. Инфекция начала распространяться. Эпизод пятый. Время на исходе. Твою мать, он живой? Чёрт. Это плохо. Твою мать! Помоги передвинуть его. Хорошо. Это нужно сделать. Извини, дружище, я должен это сделать. Не убивай меня! Стойте, он просыпается. Его же укусили. И что? Нужно попытаться спасти его, выиграть ему немного времени. Мы можем отрезать её, как думаете? Вы уверены, что это сработает? Я ни в чём не уверен. Будет много крови? Будет до хрена кровище. Что если он умрёт? Тогда остальные пойдут. Саванна. Ой, эй, я же здесь. Прости. Теперь это решать не нам. Да, верно. Если мы отрежем руку, и ты не умрёшь от потери крови, что ж... Может, ты не умрёшь от укуса? Что ты думаешь? Нет, мы оставим её. Ты уверен? Да. Я чувствую, будто у меня есть время. Просто присматривайте за мной. Если я доберусь до ублюдка, который похитил Клем, мне пригодятся обе руки. Но ты же умрёшь. Да. Но не здесь. Вы, ребята, приглядите за этой дверью, а я придумаю, как нам выбраться отсюда. Ли? Нет, мы сделаем это, и я больше ничего не хочу слышать. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Всё равно это нифига не помогает. Инфекция работает по-другому. Человек даже просто после смерти превращается в покойника. То, что руку оттяпаем, нифига не поможет. А нам нужны сейчас обе... Нам сейчас обе руки нужны. Иначе никак. Смотрите, что такое в таком мире быть одноруким. Значит, пипец. У нас с двумя руками больше шансов продержаться теперь. Уже даже не выжить, а продержаться. Ладно, поднимаемся. Поднимаемся как можно тише. Может быть, мы сможем попасть на свободный этаж или даже на крышу. Звучит неплохо. Автор сценария Шоан Ванаман. Видно, что всё чё-то катится вообще. Но пока мы все живые. Аккуратно и тихо. Там какой-то свет. Отлично, я должен поднимать свой зад. Что за... Чё такое? Давай поднимайся. Я нормально, я жму левый стик, всё окей. Вперёд. Осторожно. Свою мать, о боже. Закрой пасть, Бен. Всё нормально. Кажется, я обмочился. Значит, нормально. Ведущий аниматор Дэйв Боган. Давай, давай, давай. Всё, вверх, вверх. Всё окей, ползём. Болин. Ли, Ли, Ли. Боже, ты живой? Поднимайся. Ты ж ёпарасоте. Я сейчас упаду. Чёрт. Я в жопе. Ты должен подтянуться. Ух ты, блин. Это пипец какой-то я. Мне чё-то страшно стало. Отлично сработано. Пошли. Аж три режиссёра у этого эпизода в этот раз. Ёки-палки. Они теперь чё, на каждом этаже решили ошиваться? Ох, представляю. Представляю. Проблемку-телефонку. Не смогли дописать. Нет спасения. Ну, в госпитале вы помощи не найдёте. А помните, когда Саванна была пустой? Похоже, хоть что-то эти ублюдки с Кроуфорда сделали правильно. Их тут должно быть тысячи. Они пришли сюда за нами? Похоже на то. Это бред. Они не могут следить. Они просто бродят. Правда, этот... Клементина где-то там. Окружённая ходячими. Мы её найдём, Ли. Сделаем всё возможное. Слушайте, давайте пойдём, а на месте разберёмся, сможем ли мы пробиться через город. Идёт? Хорошо. Секундочку. Открытое достижение into the fire. Как Молли их отвлекала. Ну, что тут у нас? Колокольня. Вот что. Хм. Да. Это поможет. Ладно. В трубе вроде бы нельзя залезть. Отсюда мы пришли. Нафига идти в обратную сторону? В госпитале должно быть закончились доктора. Кажется, я придумал. Так, возьмём стремянку и... И, наверное, до колокольни её... Дотащим. Это, конечно, будет супер опасно. Но... Вы думаете, в этой игре может быть что-то по-другому? Как-то по-другому? Колокола. Да. Да, это даст нам время. Привлечём сюда как можно больше, спустимся с другой стороны и свалим обратно в особняк. Думаешь, тебе следует пойти? Мои ноги уже лучше. Давай я. Я сделаю. Да, Бен сделает. Если нужно решать, кто возьмёт риск на себя, это должен быть тот, кому нечего терять. Что ещё хуже может произойти? Меня снова укусит? Значит, все согласны. Ну, пошли ли. Давай, бесстрашный афроамериканец-историк. Скорее. Да, послушай её. Сторожно. А представляете, с одной рукой бы мы это делали, а? Ты, главное, только не это... Твою мать, вот я вот так и знал. Вот чёрт. Я про это и говорил. Твою мать. Твою мать, мужик! Ты как? Я в порядке. Попробуй поискать выход оттуда. Выход-то я вижу. Но самое главное было позвонить в колокол. Хорошо, что нам не надо спускаться в чумной город, чтобы потом ещё второй колокол дёрнуть. А что, было бы прикольно. Они идут сюда. Целые толпы. Господи. Давай обратно. Обратно? Вы издеваетесь? Обратно только через люк. Думаю, придётся прыгнуть. Пути назад нет. Ты сможешь, тут недалеко. Так там же люк был. Мне просто конец. Давай. У нас есть преимущество. Да, блин! Ловись, 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 ловись! Твою мать! Ой! Пипец. Вот это адреналиновый момент сейчас был. Твою мать! Хороший прыжок, дружище! Пока на... Пора нахрен сматываться отсюда. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Господи. Какого хрена? Да ладно, ну... Мать твою, мать твою, у тебя не может быть! Ну сюда мы не вернёмся. Это парень с рацией, тот, который похитил Клем. Они ушли. Чёрт, они ушли. Расслабься. Эй, ребята. Нет, это не парень с рацией. Это был Вернон. Не может этого быть! Инвалиды? Их действия не подходят под твоё описание, но да, инвалиды. Он прав, они не инвалиды, они обычные люди. Люди, которые были в дерьме ещё больше нас. Неудивительно, что они просто взяли и ограбили. Мы никогда не найдём их. Мы бы поступили так же. Ты не прав. Мы бы не ограбили хороших людей. Мы воровали еду. Убивали выживших. А их поступок чем отличается? Это другое. Он сказал, что ему жаль, что так получилось. Жаль, что он бросил нас и Клементину. Они нас... Кинули. Кинули. Омид, можешь перепрыгнуть через забор и впустить нас на задний двор? Не стоит находиться на видном месте. Ага. Не может быть. Всё так хреново. Клементина всё ещё там. Ну, спасём и Клементину, а потом что? Нужно сваливать с городов. Они меня уже достали. Мы отправимся за город и попробуем жить там. Да, как по мне, это хорошая идея. Тебя никто не спрашивал. Не умничать тут. Помнишь, что у нас была лодка? Лодка? Народ, соберитесь. Ничего не изменилось, ясно? Ничего не изменилось? Я имею в виду, в данный момент мы будем придерживаться плана. Не ссоритесь друг с другом. Да, успокойся, Кенни. Мы разберёмся. Бен, я клянусь богом. Что нам делать без лодки? Мы выберёмся за город. Мы слишком долго пытали удачу в городах и с лодками. Доставьте её туда и живите в безопасности, ладно? Слушай, я согласна с тобой. Я думаю, что за городом безопаснее всего, но ты ещё не умер, так что не говори так, ладно? Да когда же ты заткнёшься? Я говорю, что нам всем нужно расслабиться, а не только тебе. Расслабиться? Ли укушен, и бог знает, сколько ему ещё осталось. Клементина хрен знает где. А у нас забрали единственную нашу надежду. И Ли, нужно было бросить тебя в Кроуфорде. У нас и так проблем достаточно. Иди нахрен, Кенни! Кенни, прекрати. Не надо, пусть выговорятся. Мне очень, очень, очень жаль, что так случилось с Катей и Даком, в самом деле. И я знаю, что облажался. Но хватит травить меня и желать моей смерти. Нет! Ты хотя бы знаешь, как они умерли? Ты попрощался, а я так и не смог увидеть семью, родителей, мою сестричку. Понимаешь? Твоей семьи больше нет. Но ты хотя бы знаешь, что потерял их. Я так и не добрался домой. Они могут быть живы, мертвы, они могли стать ходячими или даже хуже, а я не знаю, что с ними. Так что отвали от меня! Ох, Бен. Вот черт, они идут! В дом! Вот так вот. И узнали мы кое-что о Бене. Они ведь не смогут пробраться на задний двор, да? А может и смогут. Мы сможем защитить это место. Кристо! Поищи в доме оружие. Поняла. Кенни, водвинь мебель, чтобы забаррикадировать двери и окна. Ты прямо мои мысли считаешь. Бен. Убей все, что проберется сюда. Ведь понимаешь, что говоришь это мне, да? Бен, просто сделай это! Амид. Что такое? Входная дверь. Отвали! Отвали от меня! А вот отвали, говорю! Кому говорят отвали? Зараза! Ли, помоги! Отхерачим руки! Там должен быть нож или что-то похожее! Скорее! О, да! Это самое то! Решу гребаные руки! Что теперь? Эй, тише! Нам нужно спрятаться! А затем найти выход отсюда! Ли прав, в этом месте безопасно! Мы подождем, пока они уйдут и пойдем дальше! Да не уйдут они теперь отсюда, нихрена! Блин, нам нужен новый план! Наверх! Это бри валилось! Ну здравствуй, блин! Ребята, помогите сдвинуть эту штуку! Как хорошо, что у меня две руки! Давай еще разок! Народ, бежим в конец коридора! Что теперь? Это замедлит их! Бежим! В конец коридора! И сразимся с ними! Мы не можем позволить загнать нас в ловушку! Убьем их столько, сколько сможем! И когда увидим выход, побежим к нему! Сколько патронов у вас осталось? У меня три! У меня пять! А у меня четыре! У меня два! Вы знаете, куда нужно целиться! Готовьтесь! Я готов, как никогда! Идите сюда! Давай, иди сюда! Блин! Боюсь, у меня сейчас кончатся патроны! У меня кончились патроны! И у меня! Твою мать, куда нам идти? Выхода нет! Наверх! Вот! Это самый чердак! Давайте! Детям на чердак! Да шо ж вы какие перелезающие-то перелезуны! А толк-то пистолеты без патронов! Ух ты, блин! Держим! Я плохо обращаюсь с этими штуками! Освой ты уронил! Все могло бы быть лучше! Все в порядке! Ли все еще укушен! Замолкни! Ладно, надо выбраться отсюда и продолжить путь! Он прав, нужно продолжать! Думаешь, мы сможем найти клемма за тем тех чертовых воров? Не знаю! Возможно! Но через окно мы не выберемся! Его нельзя открыть, да и на крыше через него не пробраться! Разве что спрыгнуть вниз! У кого-нибудь есть идея? Уверен, что этот парень придумал бы что-нибудь! Он был очень находчивым! Заканчивай! Диксон Кент, третий, промышленник! Амид! Кристо! Я просто пытаюсь разрядить обстановку! Нам нужно решение, а не глупые шутки! Извини! Ну, значит, у нас нет идей! Должен быть другой выход! Ищите какой-нибудь выход! Вентиляционную шахту, например! Или мы можем подождать, пока дума пустеет! Выберемся по крыше! Эй, Ли! Ты в порядке? Да, да, я! Я хочу! Я должен! Просто! Зашибись! И на этом моменте, я думаю, нам стоит серию закончить! Ну что ж, друзья, надеюсь, что вам понравилось! Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте! С вами был Артем, всем всего хорошего! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok